Завтрак со слезами называется, да? Барышня, что рыдаешь? Расскажи хоть. Чему с утра слезы у нас? Градом. Градом. Телевизор. Потому что нельзя смотреть взрослые передачи. Да я не смотрю взрослые, мам, это шоу. Вот я сейчас погуглю, что это за шоу. Как оно называется? Залети на бит. Залети на бит, это что значит? Ну там короче... Там короче, да-да, смотреть микрофон быстрее у другого. Там, например, есть категория, включается песня. Телевизор, замечательно, конечно, вот это на вилку сейчас было положено. Грязная ложка, ну... Ой, ну типа там музыка играет, но не музыка, а... Ну, это минусовка. Чего вдруг у нас в будние дни телефон встал? А? Только что стояли, разговаривали, пошла за телефоном. В чем дело-то я не пойму, а? Ну я поела. Иди, бери собаку, иди гуляй. Вот кота, бери, иди, бери, давай. Поела? Это что значит, что с утра надо в телефоне сидеть на стопе? Я не пойму. Иди, идем, идем, идем. Опа. Цитан. Ой, как хорошо на улице такая. Птички поют. Как хорошо. Как выгадать. Циташ, выходи. Тут так хорошо на улице. Жаришко. Ешь травку, ешь. Циташа, ты что, не ешь травку? Ты решил с кустов начать? Здесь вон как много будет яблочек, а здесь меньше. Красота. В владение собрав все обходим, да? Циташ, чего ты? Наружил. Мне когда некоторые мам пишут, слушайте, все здорово, но я не знаю, как забрать телефон у своего ребенка. Я не понимаю такого вопроса, что вы имеете в виду, что вы не знаете, как забрать телефон у своего ребенка. Инструкция проста. Подходите к своему ребенку и говорите, я забираю твой телефон, все, и никаких других способов я иных не знаю. Потому что вы взрослый человек, у вас должна быть взрослая позиция, вы знаете, вы же знаете, как зажигалку у ребенка забрать или сигарету изо рта вытащить, вы это знаете. Или там стакан с водкой, например, вы же знаете, что он не может держать в руках и выпить его уж тем более. Все эти вещи вы знаете. То же самое с телефоном. Это история, которая вредит вашему ребенку. Поэтому в больших количествах. Малых нет, а в больших да. Поэтому подходите к ребенку и говорите, я сейчас забираю твой телефон, получат его на выходные. Вместо этого вы придумываете задание. Не знаю, там, собираете пазл вместе, в настольные игры играете или говорите, нужно убраться в комнате. Еще какие-то вещи. Идете гулять. То есть, что-то должно, какое-то действие на это действие произойти. Да, не просто его оставить с этим. И поговорить, и объяснить, и договориться вообще, что у вас есть некий режим на то, сколько времени ребенок может поиграть, сколько времени он может посидеть в телефоне, и какое количество времени он будет находиться без. И это вполне нормально. Сделать какой-то режим на эту тему. Ну и все, и тогда... Ну потому что как можно не знать, как забрать телефон у ребенка, не понимаю. Ну то есть, это не взрослая позиция, еще раз повторюсь. Вы, как родители, знаете прекрасно, что вашему ребенку хорошо, а от чего нехорошо. Дай волю, они целым ним чипсы будут есть и газировки. На улице прекрасная погода. Это значит, что нужно свою кожу обязательно защищать. И хочу вам показать. Вот как раз-таки с собой брала. Хорошо, что... Брала в этот раз ручную кладь, только не набирала, не сдавала багаж, и поэтому была возможность с собой брать свой любимый крем Де Альба. Самое главное, что мне в нем нравится, да, что можно забыть про жирный, выбиливающий, неприятные ощущения от СПФ крема, да. И вот для меня вот этот просто бомба. Не просто расскажу, а прям эксперимент приведу. Вот, значит, берем Де Альбу, который я очень люблю. И берем вот Лямерский тоже СПФ. Вот два средства. Показываю вам сначала Лямер. Вот видите, да, наношу. Вот я не люблю вот этот выбиливающий эффект. Вот видите? И прям кожа становится белая. Вот мне это не нравится. И все равно оставляет вот такой, знаете, вот жирный след. И беру Де Альбу. Вот, наношу. Сразу же моментально впитывает. Посмотрите. И нет никакого вот этого белого эффекта. Девочки, сейчас погода замечательная на улице. Птички поют. Солнце. Нужно обязательно защищать свою кожу. Имейте в виду, если вы хотите красивый, ровный цвет лица, не дай бог вот эти вот пигментные пятна появляются. Сами знаете, что это выглядит ужасно. Просто на лице любой красивой женщины. Поэтому обязательно нужно пользоваться СПФом. Очень легко. Вы просто наносите на лицо все и выходите из дома. Можно потом также положить, да, спокойно просто. Очень люблю продукцию Де Альбы. Считаю, они большие молодцы. Вот. Собственно говоря, важно использовать СПФ защиту. Он суперлегкий, увлажняет, да. Оставлю здесь ссылочку, где можно купить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас едем с детьми в машине и обсуждаем, что все дети обычно учатся до конца мая. Мои исключения. Мы учимся до конца июня. Мы учимся практически весь июнь. Но речь не об этом, а хотела с вами поговорить о том, что сейчас ваши детки, и вам несказанно повезет, уйдут на летние каникулы. Появится большое количество свободного времени, которое они, естественно, проведут за экраном телефона или планшета. Но, собственно говоря, я специально для вас придумала, как провести вашим детям это время с пользой. Понятное дело, что дети весь год учились, трудились, давали рано, сильно устали. И, конечно же, в этих ситуациях очень хочется их пожалеть. И я, как любая нормальная мама, тоже так делаю. Но мне важно изучение иностранных языков моих детей, в особенности английского языка, поэтому лето не исключение. И так или иначе я все равно оставляю репетитора по английскому языку, чтобы мои дети летом занимались, чего и вам советую. Потому что практика языковая в любом случае она нужна. И если вы в Лондоне не проводите все летние каникулы, то, конечно, желательно сделать так, чтобы летом детки занимались. У нас в изучении английского языка все пошло как по маслу, когда в нашей жизни появилась тетрика. Потому что это самый удобный формат обучения. Ребенок изучает иностранные языки или подтягивает знания по любому школьному предмету прямо из дома с помощью планшета или ноутбука. Несмотря на то, что мы часто путешествуем, обучение стало удобным и комфортным. Поэтому пробелов в занятиях вообще нет. Потому что раньше репетиторы приходили домой, нужно было там либо вызывать такси, либо ждать, договариваться. Все это очень сложно. Сейчас из любой точки мира ваши дети спокойно в тетрике могут заниматься и подтягивать свой английский. Пожалуйста, не пропустите этот момент. И летом даже выделите хотя бы один раз в неделю, чтобы они занимались. У тетрики очень классный формат. Мне нравится, потому что каждый раз индивидуальный подход к каждому ребенку. И это очень важно. Не проходит, знаете, занятие так. Все, доставай учебник, давай заниматься, обучать новые слова. Там не будет. Каждый репетитор с легкостью находит общий язык с ребенком. И проводит интересные интерактивные занятия. То есть увлекает ребенка настолько. Все это происходит на английском языке, что даже дети порой не понимают, играет или занятие. И это очень круто. И задувай все свечки. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ура! С днем рождения! С днем рождения! Нет, я не умолюю. Я жду, давай. Что ты делаешь? Боже мой. Здравствуйте, с вами Ларисочка Бузиева. И в инстаграме. Раз, два, три! Готовы в ручке, давай! Давай, девчонки! Давайте мы их поддержим. Давай! 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 Так, давайте, девчонки! Ой-ой-ой-ой, ой, осталось совсем немного. Чуть-чуть, чуть-чуть, и ты будешь у цели. Давай попробуем еще раз. Да ты что, как она тебя укусит! У нее ж зубы ватные, это такой зверек. Давай, давай, давай. Засовывай ручку. Вау, видишь, утонула, утонула, все нормально. Можно, оказывается, потрогать. Как мамин воротник, да? Кто следующий? Нет, она там. А, засовывал. Да, все нормально. Матинка не доходит. Чиназос, на ночь глядя сюда, сюда, да? Сюда. Сосиська, рис, огурчик, да? Папины дочки. Папины дочки. Чиназос. А экзамен кто завтра будет сдавать? Не я. Капибара? Замечательно получается. А кто-то, дядя, будет твой портрет нарисовать? Мишель, что происходит, а? У тебя вроде стерилизовали. А. Берти. 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 Ты еще тот игнорщик, да? Что-то я с тобой не замечала. А где Мишель? Ну, кайфарик, да? Ну, ты кайфарик. Ой. И хрюкаешь, как свинка, да? Ну. Иди сюда. Пертреш. Идет, идет, идет. Ты идешь? А Виктор тут в кустах. Ты его даже не видишь? Отсташ? Отсташ? Ты что это пропустил Виктора? М? Масюня моя. М? Ты все пропустил. Ну, что значит домашний кот, да? Мышей не ловишь. Все, Цветан исправился, все хорошо Цветан у нас не Берти, он не тронет Виктора Да, Цветаш? Ты же дружелюбный парень Так, а теперь еще у меня внимание Вопрос наутокам Что ты там нашла? Я так люблю сирень, я фанатка просто И в этом году, вот, где, когда мы в апреле, что ли, посадили Ребят, ну это же в следующем году все изменится Будет все зеленое, красивое, большое Также не будет лысого у меня Я не такие кусты хотела сирени Какие-то вот они какие-то непышлые Это немецкая, по-моему, сирень Из Германии мне ее привозили Но я люблю нашу Это, конечно, очень все красиво Но я люблю нашу А наши что-то так долго мы подбирали И пока вид оставляет желать лучшего Надеюсь, что на следующий год все изменится Вот такой я ненавижу, поэтому сразу ругаю Мишель Ну-ка, ко мне быстро Кто тут ругается на весь поселок? А? Ты же воспитанная собака Что? Все Успокойся, не ругай никого Мишель! Фу! Давай, иди гуляй Смотри, какая красота у нас Фу! Иди сюда, я сказала Мишель! Сказать, что я в полном восторге от этой сыворотки Это ничего не сказать Потому что, помимо того, что у них, конечно, очень красивые флаконы И помните, буквально месяц назад я вам рассказывала И я без ума от средств для снятия макияжа И вот теперь я заказала сыворотку Попробую, думаю Вообще, это большая редкость Чтобы у одной и той же фирмы два классных продукта было Но здесь случилось это Действительно, и сыворотка, и средства для снятия макияжа просто невероятные Ребят Точнее, девчат Сыворотка нам всем такая нужна Прям вот рекомендацион 100% Действительно, очень-очень хорошая Что мне в ней нравится Значит, смотрите, борется с отечностью Одна из частых проблем Которая не имеет возраста Неважно, там, 20 вам или 48 Отечность есть у нас у всех Когда я наношу сыворотку, я вижу эффект Я молчу про упаковку Уже вам про это, правда, сказала Но действительно, она невероятно крутая Но плюс еще Очень приятная отдушка Очень приятная Очень приятная цена И цена-качество Невероятная Потому что, ну, цена не такая большая Невысокая А при этом эффективность Невероятная Для меня прям очень важный показатель В сыворотке Это если она борется с отечностью И, конечно же, здесь есть гиалуронка Кайфовая сыворотка Очень Прям рекомендую Must have Вашей косметичке должна быть Мне еще нравится, что она небольшая И с собой можно возить Вот я завтра уезжаю Беру ее с собой Вот И почему Рассказываю, где можно купить И даю все Я сдаю все пароли Потому что Успела заказать Три На все лето Витаминчик С Еще прям чувствую Ой Ну какая сыворотка Бомбическая Ребят, какие вы молодцы Вот когда делают Такие крутые вещи В России Все время думаю Почему не я это придумала Офигенно Смотрите, какая упаковка Просто Продолжение следует... Продолжение следует... Ксения Акимовна Благодарю, что пришли На день рождения 60-летия Меня и замечательная певица Элина Чакра Вот такой формат Ты очень красивый Вы прекрасно выглядите Другой сказать не могу Но ты у меня топчик, конечно Ну конечно Блин, у Сердара уже была Уже все уже у всех была У мужиков Ко мне только в конце пришла А многие что не снимают? Ну какая она красивая Я не могу просто Именинница моя Все красиво Аля, аля, аля День рождения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин До свадьбы носил на руках Дарил цветы Такую счастливую дочь Я никогда не видела Обнимала его Говорила Ох, это семья Когда начал пить Все, жизнь закончилась Я тебя убью Убью твою дочь Больше часа он сидел на мне Наносил удары Три раза пытался Выколоть глаза Я как-то пришла в себя Взбодрилась И он продолжил меня Еще с большим зверством Избивать кастрюлей Он бы тебя убил Прямо там на кладбище Он хотел закопать У него, наверное, цель была Все-таки Живую Там гора волос И все в крови Я там уже Уже морально умерла Думала, что детей И он убил Ир, а это сексуальное насилие получается? Это не сексуальное насилие Это истязание Я решила, что это все Вот я прыгала У меня, конечно, был страх Выпрыгнула из машины Выпрыгнула из машины Переломы костей глазницы Вот этот шрам Челюсть Вот этот такой хруст Это такой звон Как жить дальше Ребят, всем привет Всем доброе утро У меня сегодня выходит Новый выпуск моей программы Открытый прием И тема очень непростая Тема сложная Которую мы очень тщательно готовились Потому что Тема сейчас очень актуальна Это тема домашнего насилия И, как оказалось В каждом дворе В каждом доме Да что уж там говорить В каждом подъезде Есть женщины Которые подвергаются Домашнему насилию Со стороны мужчин К большому сожалению Этот мир для них привычен И им кажется Что так живут все Что ежедневный страх Переживания Побои Насилие Это нормально Что так живет каждая семья И поэтому я Из-за страха Из-за тревожности Из-за переживаний Из-за привычки В том числе Из-за этой Зависимости Остаюсь Жить В отношениях К которым Каждый день Я подвергаюсь насилию И возможно Каждый день Он становится последним Для меня Для меня И для моих детей Героиней Героиней моей Сегодняшней программы Было очень сложно Рассказать свою историю Потому что сейчас У нее идет суд И я искренне надеюсь На то что Если мы будем Распространять Такого рода истории Писать программы Делать репосты Говорить об этом Открыто Да что уж там говорить Кричать об этом Тогда с этим насилием Можно будет побороться Не физически А на уровне закона И сделать так Чтобы Когда вы приходите В здание полиции Вам не говорили Дома разберетесь И чтобы Не было так Что вы приходите Пишите заявление А на следующий день Его забираете Из жалости К своему мужу Который в состоянии Вас убить И хотелось бы Чтобы больше было Участие со стороны полиции И также со стороны женщин Чтобы они не боялись Шли писали заявления И чтобы эти заявления Не просто оставались на полках Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok